здравствуйте дорогие друзья сегодня я расскажу вам всю правду о том как можно спасти растение загниванием корневой системы с признаками загнивания корневой системы осторожная информация секретная пожалуйста записывайте каждый ход не пропустите ничего иначе ничего не получится так вот у меня случилась беда растение загнившей корневой системы вы ним посмотрим да действительно мы видим признаки загнивания нет корней засох ствол и засохли листья но это не беда у нас есть средства а средства б средства c средства д средствах в z обязательно не забудьте средства защиты поскольку все наши средства очень полезные для растения и для вас поэтому обязательно оденьте маску костюм космонавта и не забудьте противогаз это очень важно иначе ничего не получится вот наше растение мы срочно наливаем первые же полчаса как мы заметили что растение что-то случилось не то мы срочно наливаем средства из зеленой баночки замачиваем в нем растения на 30 минут обязательно на 30 минут замочили потом берем средства из белой баночки сейчас я открою оно очень полезное не отравитесь пожалуйста да будете его использовать надеваем его замочим в него растения на 20 минут обязательно на 20 минут не минуты больше замочили все теперь обязательная обработка по листу стимулятором из вот этой прозрачной баночки обработали подождали еще час хорошо потом обязательно обрабатываем корнеобразующим средством замочили ждем не забудьте по стволу обработать стволообразующим средством все ствол у нас теперь образуется корни образуются листья обрызганы можем посадить наши растения все теперь ждем теперь в ближайшее время все восстановится и растение выживет это гарантирую вам я особенно если вы эти средства купить в магазинах которые я укажу вам под видео только там потому что иначе могут быть подделки остерегайтесь подделок еще очень рекомендую вам использовать удобрения это это и это из них ваши растения будут расти плохо а теперь подождем какое-то время и посмотрим что произошло о чудо боже мой растение которое совсем недавно было в плачевном состоянии посмотрите друзья посмотрите это бутон это бутоны а это друзья что это прирост и это листочки посмотрите вот вот оно чудо очень рекомендую вам использовать чудо действенные набор в случае залива и повреждения корневой системы не забудьте обязательно нужно делать все это на растущую дуну обязательно растущую дуну после того как вы растение замочили во всем том что я сказала обязательно пройдите вокруг него три раза по часовой стрелке и три раза против часовой стрелки иначе ничего не видит всем удачи спасибо подписывайтесь на мой канал ну дорогие друзья как вы поняли это юмор конечно но судя по всему только эти этот опыт и востребован у некоторых людей не у большинства сразу скажу а пока для моих зрителей друзей моего канала я хочу показать действительно утра ствение которое мне поделилась с вами своим печальным опытом да мои растения забили ничего я приехала увидела что скорее всего это залив не вирус на них напал не бактерия не вредитель даже просто залив поэтому я подумала в чем же проблема на проблема с корневой системой я достала их посмотрела очистила подгнившие по краям горшочка и на дне корешочки до живых корней сняла грунт пересадила меньшего объема горшки и оставила в покое чтобы растение восстанавливалась спокойно наращивала недостающую корневую систему к сожалению отсушивала ветки листья потому что но у меня обрезала часть корней да они же сгнили вот и спустя некоторое время несколько месяцев таких реанимационных мер опытный результат пожалуйста во первых растение жила во вторых у него очевидно есть прирост у них у всех вот в третьих мне этого достаточно я не занимаюсь промышленным производством цитрусовых на продажу я не закредитовано под этот бизнес мне нужно зарплату людям платить поэтому я не загнана в рамки когда у меня производительность должна быть огромной когда у меня с одного дерева апельсина должно быть 15 ящиков апельсина меньше иначе бизнес мы не рентабелен я выращиваю растение для себя пока что этот метод вполне оправдывает такой залив у меня впервые кроме того в предыдущем видео где я и редкие свои растения показала я показала два растения которые пришли с вареными корнями и один из методов которые нужно делать в таких случаях там почти вся корневая система была сварена на первый взгляд казалось что вообще вся я максимально ее зачистила и привела ноги другие как ей показала в том видео и все потом благодаря тем ногам растения выжила и и постепенно нарастила и свою корневую систему и также питание получала через те ножки дополнительные все нормально вот это лимон пинк эврикова регатного регатное растение залив перенесли тяжелее всего вот это мило роза вот это апельсин мора вот это мой лайм таити выращенный из череночка маленького и буквально мне было такой череночек малипусинки вот такой что веточка ты была зрелая без бутонов естественно не имею до размер вот такой все и вот из него на собственных корнях выросла такую маленькой деревце вот мы все себе в цветах и при ростах вот такое тут у меня помыло тоже собирается цвести сейчас покажу еще одно растение которое нормально куринство стресс залива это уклад моего вообще бодренько себя чувствует такое ощущение что ничего не случилось несколько листочков тут пожелтели всего-то пару веточек буквально сушим каламандин реанимашка который я вам уже показываю похоже мне уход тоже обязательно 55 банок химии мне кажется не нужно вот мой апельсин тарокова регатный весь бетонах тяжело не было конечно вот такие листики некоторые стали такие яркие как были в принципе вынесло это дело мужественно вот товарищ который лучше всех перенес вместе с кунхватом этот апельсин которого я делала фотографию салатовая была вот эта вот верхушечка со временем она сравнялась вот все вот он есть при ростах бутонов будущих нормально ничего не жалуются или молчат стоит у меня был сыночки была у него рано на стволе я ничего с ней делала я и не зачищала не обрабатывала никакими гель-лаками там или чем-то еще все она просто вот затягивается постепенно сама правда 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 представляете затягивается вот такой ужасный неопыт ужасный не совет и ужасная рекомендация всего хорошего до скорых встреч скриптом я реально не понимаю почему людям не нравятся простые рецепты я приводила сообществ которым меня раскритиковали массово приводила простую метафору ну почему когда у женщины спрашивают как вы так похудели она говорит ну просто обжираться перестала и спортом занялась все говорят и чушь какая-то неинтересно когда другая женщина говорит достает банку гербалайфа мешок таблеток за бешеные деньги дает контакт клинике пластической хирургии контакт своего психолога и диетолога все и аплодируют несут туда бешеные деньги подрывают свое здоровье и все равно очень довольны и счастливы но почему непонятно простых путей не ищем как говорится на каждому свое я выращиваю растение для себя не гонюсь за количеством да мы хорош гоня за качеством пока что меня мои методы выращивания устроена еще не задавали вопрос по поводу того буду ли я выносить растение летом на улицу леска с меня буду ли я вырастить выносить растение летом на улицу буду выносить я для себя выработала такую методику то есть я первые годы тоже заносила в дом прям жилые помещения где плюс 22 температура и очень большие были трудности то есть во первых постоянно нападал на них плещ очень трудно было их обрабатывать протирать я замучилась растение очевидно чувствовали себя хуже вот я попробовала один раз занести вот летний домик прохладное помещение просто так вышло случайно и я увидела что лучше перестрасти на себя чувствует во первых там температура фактически все время зимние что вы там зимуют растения примерно плюс 5 градусов то есть все вредители затормаживаются затормаживается конечно и само растение в своем развитии но не сильно то есть примерно к весне как он чувствует весну а даже кстати раньше зимой тоже вырастают приросты бутоны и так далее не говоря о том что все это время происходит процесс созревания плодов вот поэтому мне кажется что прохладная такая зимовка очень даже выгодна а летом я вот сбиваю вредителей сильными струями воды по кроне и когда пики пики их количество это примерно два раза за сезон бывает я их еще дополнительно протираю вот так вот прям уменьшаю количество вредителей протираю тряпочкой листья у меня пока что растений немного поэтому справляюсь на то время когда растения будут огромными и их будет не только много но они еще крупные будут у меня есть идея задумка как я буду с этим справляться но когда проверю тогда поделюсь поскольку пока это только теоретическая идея и мысль вот и все а иначе мне эти растения не нужны если я буду их так мечеть первый год когда я когда я только завела эти растения я все делала как по справочнику то есть я смотрела кучу рекомендаций читала всякие блоги смотрела форумы по цитрусоводству читала про всякую тухими выбрала из нее вроде самую лучшую всякие какие-то японскую химию и так далее мне казалось что у меня растение стоит на улице весну лета и 8 вот и не казалось что я когда обрабатывал от клеща например мне казалось что я обрабатывание от клеща для клеща потому что на следующее утро высыпала столько клещей на растение что я еще не понимала что происходит я заливала потом еще еще и потому что мне чтобы не было клеща в растениях нужно постоянно их заливать огромными объемами химии чтобы прям налипшая была белый налет на растениях с химией и еще и делать это регулярно зачем мне такие растения извиняюсь и такие пшеники лимончики такие куплю супермаркете зачем нет это вот все заморочки тут я чуть не понимаю поэтому я попробовала радикально думаю если получится механическим путем справляться то получится нет пошло это все как говорится лесом вот но ничего справляюсь пока вот так что и еще хочу сказать это видео концу подходит те кто видит одно из моих видео должны понимать по логике здравом смысл что я не могу в одно видео рассказать всю историю своего растения вот чтобы любой кто смотрит одно видео понимал все мне этого посвящено несколько видео и них я рассказываю последовательно вообще старалась не повторяться но если где-то повторяю в чем-то то принципе не грех но стараюсь не повторяться вот поэтому прежде чем о чем-то судить нужно хотя бы послушать человек хотя бы посмотреть хотя бы посмотреть внимательно одно видео а глядишь если несколько посмотрите так вообще будете иметь понятие прежде чем человека судить и говорить знаете что мы конечно хотим чтобы люди опытом своим делились но ваш опыт вас не устраивает так не пойдет это мой опыт это мой выбор я им телюсь кому это интересно кому-то может быть он подойдет и кто-то возьмет себе на вооружение кто-то просто посмотрите скажет мне это не подходит я таким методом не буду растения выращивать и все и будет выращивать своими методами ничего там страшного нет вот мой опыт честный мне какой смысл обманывать я что продаю что ли что-то рекламирую какие-то магазины нет просто делюсь опытом до скорых встреч друзья обращаюсь к друзьям